это новый канал это добрые новости это андрей марков это человек за кадром мы начинаем первая новость очень хорошая на мой взгляд новость в добрых новостях самая плохая новость это это то что нам на меня рубашка не сходится строители метро рассказали что под минском находится обширное подземное море специалисты утверждают что 200 метров в глубину беларусь состоит из отложений ледниковой формации с преобладанием песков гравийно-галечных грунтов и и валунов около 50 8 процентов территории беларуси относятся к бассейну черного моря а 42 процента бассейну балтийского моря я считаю очень хорошая новость поэтому беларуси аж два моря получается одно минское а другой под минское то есть это же бассейн черного моря балтийского то есть четыре моря до чтобы пойти теперь понятно почему россияне ставят базы слежения за подводными лодками потому что там могут быть подводные лодки до прямо под беларуси целое море зато сейчас на курорт не нужно ехать далеко нужно ехать нужно просто спуститься в подвал возможно либо в метро это крутая носить что это такое открытие для беларуси современно очень важно особенно в рамках пандемии когда выезжать никуда отдыхать нельзя можно отдыхать под землей вот так в беларуси собрали самосвал крепыш название самосвала крепыш с дистанционным управлением самосвал спроектирован и собраны в минске в его основе шасси японского происхождения классический бескопотник fusu canter самосвал оснащен краном манипулятором собранными итальянским производителем pm group а чтобы работа шла быстрее позаботились о пульте дистанционного управления скандреку скандреку да у крепыша вместительная японская кабина где без труда поместится три человека видимо для того чтобы можно было бы трех сообразить во время работы в базовую комплектацию входит кондиционер и электрический пакет из белорусского в крепыше только я знаю можно да я думаю что это бел шина это шины колеса нет из белорусского только самосвальное оборудование водитель и большое желание продать эти самосвалы новые все по словам производителя ничего подобного белоруссии раньше не собирали если образно мы соединили автомобили японскую надежность итальянское качество и белорусское усердие так сказал производитель этих грузовичков крепошей самосваливание самосваливание тоже вас валит пока он сам не свалится как говорится но само звание что это не машина оснащена краном манипулятором рука с синими пальцами и вот берет не свое чаще всего ну хорошая новость в беларус появился свой свой давно с миру по нитке вот так вот идем дальше следующую новость а точнее белорусское ноу-хау нам прислали зрители да нам кстати можно прислать свою новость из вашего города из вашего района контакты почты куда слать все это есть в описании под этим видео и так ноу-хау белорусское центральном районе минска жкх запустили новую услугу лопата шеринг услуга пока бесплатная но это пока пока не начнут пользоваться популярности да да так как лопать конечно конечно очередь то есть очень большие снегопады жкх не успевает они решили с проблем бороться так просто возле подъездов во дворах ставят лопату снег и люди могут сами убирать ну разве это не прелесть но я считаю тоже такой ноу-хау белорусское лопата шеринг я думаю что могут и другие страны перенять этот опыт и также выкладывать другие инструменты можно там кирпичик раскидал строить дом себе было бы так власть шеринг белоруссия когда ты ну какую захотел ты и выбрал да это круто подождем следующая новость в instagram профиле минского зоопарка появилось забавное видео на котором львы пытаются полакомиться арбузом это называется чем богатый но обычно же львы едят арбузы мы же об этом знаем но это же знаменитые арбы львы вегетарианцы прекрасная новость это на самом деле очень добрый хорошая и есть чем гордиться на мой взгляд белорусская теннисистка арина соболенко и бельгийка элизи мертенс стали победительцами australian open в парном разряде как вообще такое можно было допустить когда по сути это же союз спортсменов союз спорт почти евросоюз евро интеграция это хорошая новость поздравляем теннисисток арину и элизе хотя лиза нас наверно не поймет сейчас а арина нас поймет она подписывала провластное письмо а вот и не знаю кстати арина есть на смотришь напиши пожалуйста нам в комментариях подписала ли ты провластное письмо а мы двигаемся дальше 19 февраля борисов получил статус чего правильно культурной столицы беларуси в течение года в борисе планируется провести около 80 мероприятий первым статус культурной столицы беларуси в 2010 году я получил полоск а в 2020 культурной столице было ли да вот в этом году борисов твоя родина лида родной город прошлом году был столицей культуры столицей культуры была вида потому что уехал оттуда да я вот ехал и город может слушай я думаю там дается просто вот так вы ли да где это вы отвечаете за культуре да да все выводит нет нет в гродно 37-летней женщине на телефон прислали материалы порнографического характера смысле кто-то правил член я не знаю конкретно какую часть тела но видимо потому что это был мужчина открыв мессенджер женщина была шокирована содержанием сообщения я думаю это было короткое сообщение очень стоит отметить что отправитель клубнички ей не был знаком в мессенджере неизвестный ей человек скрывался под ником доктор и она пожаловалась в полицию в милицию я все почему-то милиции милиция скоро и у вас то будет в милицию и сейчас ведется розыск чтобы наказать этого доктора а то то нельзя слать свои подожди чужие сказать что всех докторов сейчас сверяют по фотографии да как золушку ищут какие-то посторонние звуки и тоже слышу служба доставки продуктов и промышленных товаров е доставка от торговой сети евроопыт выступила с новым предложением теперь белорусы могут оформить кредит на покупки то есть на хлебушек на маслица на молочко если вам не хватает вы можете прийти взять продукты а за них заплатить течение года но общий чек корзины должен составлять не менее 50 рублей какой процент процентом со ставкой рефинансирования хлеба и зерна процент на молочко хлебушек и масло будет от 22 до 24 процентов зависимости на какой срок берете если по года 22 процента если на годик и при 24 процент взять взять молоко и хлеб на полгода где квартиры под процент 44 процента годовых это уже прям космически большие проценты что квартира квартиры а хлеб всему голова необычный криминальный инцидент произошел в городе жодино будучи пьяный мужчина угнал автомобиль opel astra доехал до своего дома и сам позвонил милицию раскаявшись о совершенном преступлении но по-моему это очень хорошие новости о совестливом воришки который пьяненький будучи пьяненьким угнал авто приехал домой понял что он сделал что-то не так позвонил в полицию говорит я вот такой хулиган сейчас этому честному хулигану грозит до пяти лет лишения свободы тут человека за то что он был свидетелем убийства посадили на 10 а женщине в гродно 6 лет знает за что за что за то что она оставила вмятину на милицейском бусики причем скорее всего она но и и ударили а бусик но реке 6 лет а если вот а если бы она угнала бусик у мусоров получила бы 5 так что думайте друзья чем серьезнее преступление чем тем меньшие сроки и так новости мира до беларусь в этот раз не очень богата на добрые новости но они все-таки были но хотелось бы обратиться и в соседние страны к примеру в россии в санкт-петербурге произошел тоже очень интересный случай вор украл у девушки сумочку в баре но удивил ее не этим вместо денег и карт он оставил записку на записке было написано прости за сумочку и на и на обратной стороне ты нереально красивая вот такой вор романтик конечно его быстренько нашли потому что он вещи этой женщины оставил на станции метро в общем сейчас романтику грозит энное количество штрафа скорее всего и так следующая новость тоже из из заграницы мода на пасторальную сельскую жизнь сделала во франции популярным отдых в деревне гаража не покупают здесь дома или приезжают на выходные чтобы заниматься экотуризмом вот только к некоторым нюансам сельские сельской романтики они оказались не готовы суды стали поступать заявления с жалобами на слишком громких петухов и лягушек в болоте вот такие неподготовленные к нормальной деревенской жизни французы на оказались неженками однако французским властям надоело решать проблемы изнеженных неоселян и они запретили жаловаться для этого запахи навоза коровий помет а также кукарекание петухов квакание лягушек и стрекотание кузнечков признали сенсорным наследием и незаменимым атрибутом сельской жизни который будет охраняться законом по моему это же прекрасная новость если бы каждая какашка хранялась бы законом ты была бы замечательна кстати да кстати вот одна и охраняется всеми законами но там такой же до залежавшийся навоз там я не думаю французы если они приехали бы в белорусские деревни не те ухоженные французские а в белорусские нормальной деревне они вообще были бы в шоке потому что вы на танцах получили это тоже культурное наследие было бы это все берегаясь законом даже и люди это культурный код следующая новость она буквально пришла вот недавно она как бы в принципе нормально добрая хорошая но идиотская просто до ужаса из-за острой проблемы с пандемией власти чехии сделают обязательным ношение двух масок в общественных местах одна за чеха вторая за белорусы за словаков это вообще забавно по моему да я думаю скоро так так это не помогает давайте попробуем три маски ну а вдруг последняя новость друзья последний новость на сегодня снова вернемся беларусь в прямом эфире розыгрыша призов и виталюр женщина выигравшая автомобиль на вопросы ведущего который позвонил я в прямом эфире и спросил как вы думаете что вы выиграли не чтобы вы хотели чтобы нет что вы выиграли она это что в смысле он это что бы вы хотели выиграть ну и она сказала так в нашей стране я бы хотела выбрать свободу для народа и по моему это замечательная новость на которой надо завершать этот выпуск а ведущий кстати был шикарен ты обратил ведущий был очень хороший как его и его и вас и вас ведущая тоже начал аплодировать радоваться это сначала прибрал микрофон потому что ну понял что потому что понял что да это прямой эфир но но не засал и это очень хорошо и он сказал что свободы конечно очень хорошо но у меня для вас кое-что поменьше автомобиль сначала автомобиля потом свобода я думаю с таким лозунгом конечно какая-нибудь компания джили ну вот это китайская белорусская должна продавать машины сначала автомобиль потом свободу я думаю у джили тоже быть другой слоган типа от джили все на этом все это были добрые новости на новом канале подписывайтесь обязательно на канал ставьте колокольчики это очень важно нам для продвижения пишите комментарии любые просто приветы передавать комментарии не меньше чем 45 слов хотя бы одно хотя бы одно слово из какого города нас смотрите нам будет приятно делитесь этим видео это добрые новости вам за это ничего не будет это было дремарков евгений оленков встретимся следующий понедельник пока пока